Следующий вопрос. До 14 лет. До 14 лет. Потом, навпитывавшись, они просто отстраняются от своих родителей и начинают им отдавать их ошибки. То есть сравнивается с качелями. До 14 лет качели ребенка поднимаются вверх. А после 14 лет карма детей сама начинает их тянуть, и она становится тяжелее. И в результате дети отдают все назад своим родителям. Если родители, допустим, насилие над ними сильно жестоко себя вели, то после 14 лет дети жестоко с родителями начинают себя вести. Если родители баловали своих детей и душили их инициативу тем, что они их баловали своей любовью, значит, после 14 лет родители, дети будут вести себя вульгарно и балованно, и вызывать этим поведением страдания у своих родителей уже. Если родители, допустим, вели себя безобразно, ругались, ребенок до 14 лет как бы страдал и терпел, а после 14 лет у него, когда половое созревание наступает, он начинает сам ругать своих родителей и ведет себя точно так же, как они друг с другом себя вели и так далее. То есть он отдает то же самое, что ему дали, понимаете? Что как бы создал, то и получи. Если корову кормить целлофановыми пакетами, то она, значит, будет выдавать вместо молока бензин. Ну, примерно так. Это шутка, но насчет детей это уже не шутка. Какие еще вопросы? Так. Угу. 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 Вы ее тослали к матери, что ли, к ее бабушке? Нет, конечно, неправильно. Так вы хотите меня спросить или объяснить мне что-то? Но вы подумайте еще раз. Вы хотите спросить или мне что-то доказать? Ну, тогда слушайте ответ. Понимаете, дело в том, что бабушки с дедушками не могут воспитывать детей. И причина заключается в том, что когда человек взрослеет, он становится очень взрослым, как бы стареет, он приближается к детскому возрасту сам, будущему своему детскому возрасту. В результате он начинает сильно привязываться к детям. И дети ему доставляют очень сильно много счастья. Фактически дети людям в возрасте доставляют гораздо больше счастья, чем родителям. Ну, чем обычным их родителям. Но психика у пожилых, у людей в возрасте гораздо слабее, чем психика у молодых людей, которые рожают детей. И в этом заключается несоответствие. Понимаете, с одной стороны, сильное привязывание идет к детям и пожилых людей, и сильное желание ими наслаждаться, а с другой стороны, неспособность их наказывать совсем, потому что у них нет сил на это, нет воли достаточно. Поэтому пожилые люди, они балуют детей, или создают ситуацию, в которой, ну, ситуация становится истеричной. То есть они не могут, они или балуют детей, или кричат на них, ругаются, то есть они не могут нормально их переносить. Почему? Потому что привязанность мешает вот это. Поэтому бабушки с дедушками только в крайних случаях должны воспитывать детей, когда это с абсолютно безвыходной ситуацией. Однако же в вашем случае это не безвыходная ситуация. Если есть настоящая мать этого ребенка, пускай она воспитывает девочку, должна воспитывать мать. У нее есть настоящая мать? Она живая или нет? Это ваша дочь. Ну, тогда, значит, вы должны ее вернуть назад себе. Правильно. Ваш муж будет против, потому что в этом и заключается ваша карма. Вы бросили своего мужа, это значит, что эту карму отрабатывать будет ваша дочь, и она сейчас ее отрабатывает. Она сходит с ума для того, чтобы вы страдали. Поэтому вы должны что делать? Вы должны раскаиваться в своем поступке, то, что бросили мужа, и жалеть этого ребенка, потому что он страдает больше всего от этого всего сейчас, страдает неимоверно. Вы должны заботиться о муже так, чтобы он захотел вернуть эту девочку назад. Вы должны заботиться об этой девочке так, чтобы у нее сердце смягчилось, и грех ушел из ее жизни. То есть вы должны по полной катушке молиться за обоих, раскаиваться и отмаливать свои грехи. Как только Бог простит вам ваш поступок жестокий по отношению к своему бывшему мужу, то после этого ваша дочка успокоится, и ваш муж постепенно захочет ее назад вернуть. Это значит, что ваша карма отработана. Если дочка ваша не вернется назад, то она не будет воспитанным человеком, всю жизнь вам будет приносить одни страдания. Если ваш муж не захочет вернуть вашу дочку, он будет за это отвечать уже, потому что невозможно взять женщину одну. Если ты женщину берешь, то значит, что ты ее берешь со всем паровозиком, на котором она едет. Интересно знать, что паровозик иногда бывает где-то в другом месте. Потом только он узнает об этом паровозике, и паровозик подъезжает потом. Женщина такое существо, она такая красивая, глазками хлопает, такая счастливая. Все, можно ее любить. Иногда оказывается, что у нее есть паровозик еще целый сзади. Даже в квартиру не помещается. Если взял женщину, бери паровозик тоже. Деваться некуда. Такова судьба. Иначе по шее получишь от Бога. Вы должны раскаиваться серьезно, вы наказаны судьбой. Как раз тот случай, который мы описываем сейчас. Так вы поймите, как раз ребенок и начинает отрабатывать карму родителей, когда у нее наступает половое созревание. В этом и заключает секрет весь. Понимаете? Это бомба с этим, с часовым механизмом. Понимаете? 14 лет. Так всегда бывает. Дети до 14 лет, они ничего не отрабатывают. Они просто живут себе, у них карма не включается. Но как только наступает половое созревание, сразу все выходит наружу. До 14 лет такие хорошенькие, такие гениальные детки после 14 лет, что только не прет изнутри. Значит, придется страдать. Сначала наслаждаемся, потом страдаем. Всегда работает такой механизм. Если мы детишек своих в попу сильно любим целовать и баловать их, значит, часы включаются. 14 лет. Сначала наслаждаемся, после 14 лет будем страдать. Это называется страсть, привязанность сильная к наслаждению. Ребенок рождается, он приносит тебе счастье. Хорошо? Будь счастлив. Но знай, что ты должен ему приносить. А ты должен ему приносить строгость, честность, хорошее поведение свое, хорошее ему воспитание дать, заботиться о нем, терпеть его и так далее. И тогда, после 14 лет, он будет отдавать тем же самым. Но в этом случае просто ребенок несет злую судьбу своей семьи. А что делать? Что делать? Надо просто жить дальше, страдать, молиться. В этом заключается смысл вашей счастливой судьбы. В этом заключается ваша жизнь. Понимаете? И вы должны ее прожить. Потому что ваша жизнь для вас самая лучшая. Это такая жизнь для вас самая лучшая. Понимаете? Потому что в прошлой жизни вы были мужчиной, который бросил тоже свою жену. Вот. И пострадали дети за это. Сейчас вы в этой жизни за это отвечаете еще раз, за этот поступок. Ну, то есть вам так лучше всего в жизни. Вот перемучиться и в следующей жизни быть уже такой с ангелочком, радоваться, летать, быть счастливой. Надо перестрадать сейчас чуть-чуть еще. Года три где-то помучаться так, и все будет хорошо. Помолиться. Серьезно. Хорошо? Вот тут смотрите, сколько тут вопросов. Сейчас мы будем запиской отвечать на записки. Верно ли утверждение, что мы сами по себе любить не можем? И для этого нужна духовная сила. Это не просто верно, это гениально. Очень гениально сказано. Это факт. Некоторые люди думают, что у них хватает на всех любви. Ничего подобного. Любовь принадлежит Богу. Если человек честно перед Богом поступает, Бог всегда будет наделять его любовью. Столько любви будет давать, сколько необходимо для жизни. Даже если по карме сейчас не положено. Но если человек не хочет любить Бога и любит только себя, тогда он будет получать столько любви, сколько ему положено по карме. А получать положено по карме нам очень мало любви. Давайте старайтесь не разговаривать по телефону во время лекции. Мы говорили о сухости сердца. Но оно раньше очень любило. Горело, страдало. В какой-то момент жизни сердце стало каменным. Как растопить его? А это у всех так бывает. Не думайте, что это случайность. У всех людей в какой-то момент жизни сердце становится каменным. Это закономерность, это не случайность. Какой-то отрезок жизни у тебя в личной жизни будет каменное сердце. И надо просто это принять. Никак ты его не растопишь. Вот сколько положено, столько будет каменным. Надо в это время просто понять, что любовь на самом деле это не наслаждение, это служение. Если человек даже с каменным сердцем служит близкому человеку, заботится о нем, не чувствуя назад никакой отдачи, потому что сердце каменное, он будет испытывать счастье в отношениях, и близкий человек тоже будет испытывать счастье. Каменность это никак ни на ком не отразится. Но если ты почувствовал каменность сердца свою, и все, счастье твое закончилось, потому что наслаждения нет, значит, тогда извини, ты будешь страдать, близкий человек будет страдать. Моя коллега 41 год, два года изменяет мужу. Об этом знают все. Возможно, даже муж. Ходит очень счастливая. От мужа ребенка ему 18 лет. Уходить не хочет пока. Что ее ожидает? Замечательный вопрос. Это всегда очень обычная схема. Если человек начинает изменять, всегда это одинаково выглядит. Сначала счастье и очень много. Потом крясть, раздолбанная судьба. Это второй этап. И третий этап измученные жизни человека. И четвертый этап покаяние или деградация. Одно из двух. Сначала счастье, потом страдания, потом человек ломается из-за этих страданий психических. И у него два варианта. Или он начинает раскаиваться и отрабатывает свои грехи раскаянием. Или он дальше опять уходит в ту же самую жизнь и полностью деградирует. Если вы хотите понять, что такое деградирует, он выйдет на улицу, посмотрите, там некоторые валяются под забором. Это из этой серии. То есть человек теряет себя как личность полностью. В этом проблема. Муж уходил из семьи к другой женщине. Это значит, что вы в этой или прошлой жизни делали то же самое. Поэтому не осуждайте его, а просто примите как наказание судьбы. Через два с половиной года вернулся. Замечательно, значит вы дождались, значит сильный человек. Сейчас живем вместе уже полтора года. Еще лучше. Потихоньку отношения становятся лучше. Замечательно. Теплее. Но муж продолжает полностью материально содержать ту женщину. Говорит, мне ее жалко. Пусть содержит. Ничего страшного. Были разговоры с ним на эту тему и даже его обещание решить вопрос. А что, в чем дело-то? Ну помогает женщине какой-то. Пусть помогает. Он же с ней гулял, теперь он ей должен. Теперь придется ее содержать. А что делать? Такова судьба. Будьте сострадательны к этой женщине. Потом, честно, глядя мне в глаза, сказал, все, больше денег не даю. Оказалось, врал. Просто начал давать деньги более хитрым, изворотливым способом, чтобы я не узнала. Мы живем в достатке. Ну тогда, чего тогда беспокоиться? Мне не денег жалко. А чего тебе жалко-то тогда? Мне больно, что те отношения не закрыты. Да не отношения не закрыты, на самом деле они закрыты. Просто человек, понимаете, он гулял, он признавался и в любви точно так же. А теперь он не знает, что с этим делать. И он раскаивается в этом таким образом, деньгами расплачивается. Понимаете, человек всегда, когда влипает в историю, ему приходится потом платить за это. Ну дайте ему расплатиться, ну что вы его мучаете-то? Пускай расплатится. Ну покобелился немножко, ну страдает теперь, расплачивается. Ну примите его таким, сострадательно относитесь к нему. Представьте, он сейчас возьмет и рубанет ее, не будет давать денег. Что будет дальше? Он за это будет наказан. Гулял, обнадежил женщину, теперь перестал гулять, она страдает. Так? Ну надо как-то расплатить. Ну не значит, всю жизнь надо ей помогать. Ну чуть-чуть пусть поможет. Но не надо общаться, просто деньги посылать, если есть деньги, можно посылать ей какое-то время. Но потом перестать и закончить эти отношения. Тогда будет все правильно. Продолжать любить и терпеть? Конечно, продолжать любить. Обязательно. Все у вас хорошо восстанавливается. Вы отрабатываете свою карму с прошлой жизни, когда точно так же гуляли от своего близкого человека. Ставить ультиматум? Конечно, ставить. Надо сказать, ты платишь ей еще столько, ты и заканчиваешь. И все. Надо ставить обязательно. Нормально. Но надо простить эту женщину. Чувствую, что скоро взорвусь. Да не надо ждать, когда взорвешься. Надо прямо сейчас взрываться. Если чувствуешь, что скоро взорвешь, надо взрываться прямо сейчас. Это закон. Никогда не надо такие чувства копить внутри. Надо встать перед мужем и взорваться. Пускай посмотрит силу, мощь своего греха. Потом раскаяться перед ним, извиниться, сказать извини. Взорвалась. С любовью потом его обнять, сказать прости. Я иногда взрываться теперь буду. Потому что тяжело мне в такой ситуации жить, что у тебя еще кто-то там, кому-то ты что-то даешь. Ну буду взрываться иногда. Он будет думать, что делать дальше. Надо быть искренним перед близким человеком. Не надо терпеть ничего. Хочется взрываться, взрывайся. Некоторые женщины думают, надо терпеть до последнего, потом они рубят и возвращаться не хотят. Это греховно так делать. Если чувства какие-то появились, надо их показать. Ничего страшного. Потом надо раскаяться, извиниться, если эти нехорошие чувства. А еще лучше их сжигать любовью своей. А еще лучше помолиться, чтобы не взрываться. Ну всякое было, но никогда не надо копить. Много сомнений и недоверия. А вот это вот уже извините. Если у вас много сомнений и недоверия, это и есть причина, почему он изменял. Вот знаете, интересно, женщины думают. Вот женщина, допустим, выходит замуж и думает, блин, не самый лучший вариант. Могла бы и получше выйти. Если она так думает, это означает санкция, что он будет изменять. Потому что женщине не надо изменять самой. Ей надо просто думать. Ну понимаете, женщина настолько сильное существо психически, хотя выглядит слабым, что вот, допустим, ей понравился какой-то парень, ей даже не надо с ним разговаривать. Она просто решила, будет моим. И он сразу такой... Пошел. Как загимнотизированный. Понимаете? Женщина, когда она влюбляется, она эту силу в себе знает. А вот когда она думает, не самый лучший вариант, она об этой силе даже не догадывается. Она же проклинает свою жизнь таким образом. Если женщина так подумала, он знает, что он будет изменять все. У меня очень много сомнений. Так у тебя и были раньше сомнения. Если бы их не было, он бы даже не смог изменить. Если женщина не сомневается со своим мужем, очень твердо как бы держится за личную жизнь, ему даже трудно на других женщин смотреть. У него совесть не позволяет. Он чувствует, что жена такая хорошая, он боится изменять. Но если жена не доверяет ему в сердце, значит он будет изменять. Потому что она дает ему на это санкции. Много недоверия. Так это ваши грехи, госпожа, ваше недоверие. Когда тебя уже предавали. Невозможно предать ту женщину, которая до этого в своем уме сама мужчину не предала. Однако же интересно знать, что человек своему предательству не придает значения. когда ко мне, у меня был такой случай, ко мне пришел один человек и начал рассказывать, какая у него паскудная жена. Она ему изменила. Рассказывал, рассказывал, я слушал, говорил, да, конечно, тяжело, да, ну, конечно, согласен. Когда он закончил рассказывать, я ему очень спокойно сказал, а теперь расскажите, как вы сами два года до этого назад изменили своей жене. Расскажите мне про себя так же. Какой вы паскудный человек. Давайте, я послушаю. Знаете, он так... Он совершенно был опешим. Потому что про свою паскудность мы разговаривать не любим. Мы любим только про паскудность близкого человека обсуждать. И он, знаете, что мне сказал? Ну, было дело так, я тогда еще не понимал, так случайно у меня, так нехорошо, вот, ну... Ну, в общем, это у меня незакономерность такая. То есть я когда изменяю, я такой хороший, ну, просто, ну, как бы, я так мягкий и пушистый, но тогда я был вонючий и зеленый. Нечаянно. А вот она паскудная женщина. Я говорю, идите домой, подумайте над своей судьбой. Пошел думать. Знаете, когда человек ведет себя плохо, неверно в сердце своем, когда близкий человек изменяет, он становится, как будто бы он сам Господь обвиняет его, знаете, с таким пафосом. Но на самом деле он ведь не лучше. А вот когда человек, допустим, достойный, ему так получилось, что по карме положено, что его изменили, он относится с пониманием близкому человеку в этом случае. Он его прощает, старается простить его, любить. Ну, тогда видно, что человек достойный. И близкий человек это потом понимает, раскаивается и больше никогда так не делает. Но если человеку изменяет, он ведет себя недостойно, он делает из себя героя, там показывает, какой он святой. Это значит, что он не лучше, он такой же. Сам изменял 100%, просто он этому не придает слишком много значения. Может быть, даже уже и забыл. Такое тоже бывает, знаете. Но судьба-то ничего не забывает. Вот в чем проблема. Спасибо, хорошее письмо. Честное. В семье отец сильно пьет, потерял работу. У него много эгоизма и гордости. Я, как сын, могу помочь ему пробудить разум и пробудить интерес к самопознанию. Нет, не можете. Как сын. Мать и младший брат страдают. Очень хочу помочь семье, особенно отцу. Вы знаете, на самом деле, вы не семье и отцу хотите помочь. Вы себе хотите помочь. Каждый человек хочет быть счастливым. Если отец пьет, допустим, семье плохо, тебе же тоже плохо, правильно? Правильно. Поэтому ты и хочешь помочь отцу, чтобы не пил, чтобы быть счастливым. Надо себе в этом признаться. Понимаете? В этом причина основная. И когда вот у тебя такое желание горит, отцу помочь, чтобы быть счастливым, тогда ты ему никогда не поможешь. Потому что в этом случае надо сначала себе помочь, быть счастливым, независимо от того, пьет кто-то или нет. Если ты вообще хочешь кому-то помочь, надо сначала научиться быть счастливым, независимо от ситуации. Потому что помочь можно только своим счастьем. Если у тебя счастье больше стало, чем, допустим, у всех остальных, то ты тогда будешь жить в этой ситуации счастливо, несмотря на то, что все остальное вокруг страдают. Это значит, что ты можешь помочь. Потому что ты независимо от этой ситуации, ее сильнее. Если ты сам страдаешь от ситуации, значит, тебе надо себе сначала помочь. А вот сначала научись жить так, чтобы тебя это не трогало. А потом уже это будет передаваться близким людям, и их сердца тоже будут меняться. Но когда это произойдет, ты заметишь одну удивительную вещь. Когда ты станешь сам независимым от ситуации, внутренней, и счастливым, независимо от того, что люди близкие грешат, ты заметишь, что тебе станет их жалко, что твоя ненависть и злоба к ним пройдет, а у тебя появляется к ним снисходительность, заботливость и чуткость. Несмотря на то, что они грешат, ты будешь чувствовать в них хороших людей, которые запутались. И это значит, что у тебя есть силы им помочь. Когда у человека есть силы помочь, он не осуждает человека, а он переваривает его психические проблемы и прощает ему, и пытается ему помочь. Осуждения нет в этом случае. Так должен действовать сын по отношению к отцу. Он должен переваривать его грехи и пытаться помочь. Потому что воистину грехи отца являются признаком проявления твоей прошлой жизни. Ты был точно таким в прошлой жизни. И поэтому тебе показывают картинку, как не надо жить. Когда ребенок видит, как ведут себя родители, это картинка, как не надо жить, которая пришла к нему с прошлой жизни. От его прошлых действий картинка эта пришла. Наши родители нам показывают нашу прошлую жизнь. Чтоб мы ему поучились и со стороны посмотрели, как не надо жить. И мы думаем, фу, какие плохие у меня родители. Нет, это твоя плохая прошлая жизнь. Они показывают тебе картинку твоей жизни просто и все. Надо ее принять, эту картинку. Простить. Тогда все будет нормально. Скажите, пожалуйста, как правильно поступать в ситуации, когда муж и жена расписались, но еще не повенчались. Мы очень хотим дать клятву перед Богом, но с детства мы покрещены в православной традиции, а сейчас нам стала очень близкой ведическая традиция. В какой традиции и как искать духовного человека, который совершит обряд. Первое, что вы должны сделать, вы должны сходить в православную церковь и по законам православной церкви помечаться, повенчаться там. Для чего так надо сделать? Для того, чтобы вам понятно было, что Бог это не проститутка, которую можно туда-сюда пихать. Если ты в православной церкви всю жизнь был, оставь свое сердце возле Иисуса Христа, полюби Его, дай Ему свою любовь и благодари Его за то, что Он тебя вел по жизни. Если тебе интересна какая-то другая духовная традиция, изучай ее. Но если ты чувствуешь, что ты изучая другую традицию, теряешь любовь к Христу, это значит, что ты Бога как проститутку воспринимаешь. Бог, Он во всех духовных традициях есть. Если ты любил Бога как Христа, люби дальше, зачем отказываться от этой любви? Это же кощунство. Вот если ты сможешь любить Его там, тогда ты сможешь полюбить Его в любой другой традиции. А если ты не сможешь так сделать, тогда ты придешь в другую традицию и точно так же поступишь с этой традицией. Разницы никакой нет. Потом тебя еще куда-нибудь потянет. Потому что это значит, что ты к Богу относишься очень поверхностно, несерьезно. поэтому сначала надо поменчаться в православном храме, а потом посмотреть на свою жизнь. Если есть вкус другой духовной традиции, это не проблема. Можно Богу молиться одновременно в двух традициях, это не проблема. Однако же, если ты попрал вкус свой, который уже у тебя был с Богом, это означает, что ты попрал свою жизнь. Бог не любит таких прыжков. Могут ли веды объяснить, что такое призрак? Например, видны на проявленных фотографиях видео. Ну, духи это просто люди в тонком теле живут. Ну, что тут призрак? Мы так любим всему придавать слишком большое значение. Я когда в Иваново лекции читал, господин Зейдонис вот здесь должен стоять, куда-то убежал. Он приехал в Иваново лекции послушать, такой городок маленький, там сидело три бабушки такие на лекции, и три таких бородатых мужчины такие сидели, слушали, как Ленина в октябре, очень внимательными. Такой маленький провинциальный городок, я не знаю, что меня это занесло, там лекции читал, несколько человек ходило, маленькая комната. Господин Зейдонис из Риги приехал туда, я был очень удивлен. Приехал и тоже слушал вместе с ним. Так вот, мы там в этом городе жили в квартире, в которой два месяца до этого убирала бабушка. Мы об этом узнали от тех людей, которые нам сдавали. И они были честны и сказали, вы сможете жить? Я говорю, да, какая разница, все нормально. Мы очистим эту квартиру, бабушка будет счастлива. Вот. Но бабушка очень любила свою квартиру. И она не собиралась оттуда сматываться. Я об этом узнал чуть позже. В одну ночь я спал и когда человек открывает глаза ночью, первую секунду он остается, во сне мы видим тонкое тело. когда человек открывает глаза, первую секунду он продолжает видеть тонкий мир, а только потом включается в грубый мир. Так бывает во сне. Мы открываем глаза и во сне и с открытыми глазами видим тонкий мир, продолжаем видеть. Я открыл глаза и увидел, как бабушка топает мимо меня в соседнюю комнату самым свободным шагом деловым. Я испугался. неожиданно для меня была бабушка какая-то. Я потом понял, что это бабушка, но я сразу не понял, что надо как-то уважать хозяина квартиры. Я начал хлопать вот так вот. И она дернула и пробежала сквозь стенку в соседнюю комнату. Я дальше лег спать. Попросил прощения у бабушки, лег спать, потом понял, что произошло. Ну вот и все. Призрак. Это не призрак, это бабушка, которая два месяца назад бегала по квартире в своем грубом теле, теперь бегая в тонком теле. Вот и все. Зачем придавать это так много значения? сэр, а кто это воет? А кто это мяукает там на поле? Кошка баскервилли. А кто это там воет? Собака баскервилли. А что это за зловещая тишина? Кто издает эту зловещую тишину на поле? Рыба баскервилли. Смешно? Вы относитесь как призрак. Вы относитесь к этому попроще. Какой призрак? Просто человек в тонком теле живет и все. Чего вы так паритесь по этому поводу? Вы когда сексом с кем-то ночью занимаетесь в это время как раз приходит вам в гости такой товарищ. Они могут принимать форму как бы того человека в уме на котором вы думаете. На самом деле человек же сам не приходит к вам сексом позаниматься в тонком теле. А приходит дух какой-то который его замещает по совместительству работает. им тоже сексом надо заниматься как-то в тонком теле. Поэтому они приходят по ночам. И в это время вы не говорите призрак. Просто сексом занимаетесь с ним и все. Так надо принять нормально относиться к этим живым существам. Не обязательно с ними сексами во сне заниматься. Но относиться надо к ним пониманием, что всякие формы жизни есть. Бывает в тонком теле. Надо их бояться, думать что-то там плохо о них. Ну откуда я знаю что там у вас летает? Может летучая мышь какая-то летает? А? А сами летаете? Это нормально. Я тоже летаю иногда. Я когда был в 10 классе я занимался по Кастанеде. Ну я изучал Кастанеду занимался по нему. Конечно я понял потом что это глупость большая. Но я тем не менее имел какой-то опыт приобрел. То есть я что делал? Сначала по его наставлениям я начал во сне пытаться поднять голову. Тяжело было, но я поднял. На тонком плане голову. Потом я тренировался во сне тренировался себя сначала себя узнал во сне научился узнавать потом начал поднимать голову поднял потом я сел во сне научился садиться сел потом я встал во сне научился вставать с постели и вот так я тренировался месяцами такая у меня была решимость и потом я научился подпрыгивать и наконец я взлетел тонком теле начал летать Причем я видел все пространство, квартиры своей, все. И мне так понравилось, я начал вылетать через окно. Я на девятом этаже жил. И думаю, как классно, я не падаю. И так летал на девятом этаже. Потом я начал залетать в соседние, это было ночью, в соседние квартиры смотреть, кто как спит. Естественно, что я ничего не соображал, начал использовать уже то, что достиг. Потом этого мне оказалось мало. Я начал пугать всех, кто спит в тонком теле. Я залетаю. И все это продолжалось до тех пор, пока я не подлетел к одной бабушке. Маленькая бабушка такая щупная спала. Я решил ее напугать. Сердце подсказывало, что не надо. Я решил напугать. Я ее напугал. Она проснулась и так меня. Тук-тук-тук-тук. Перекрестила. Все способности пропали после этого. Пытаюсь делать, ничего не получается. Помогла бабушка. Избавиться от проблем. Потому что, когда человек начинает такой жизнью жить, в следующей жизни он будет жить как дух. Раз он такую жизнь принял, ему понравилось, значит все. Поэтому бабушка спасла меня такой несчастной судьбы. Правильно. Как меняется карма человека, сменившего свой пол? Карма не меняется, пол меняется. Карма остается в том поле, в котором была. Но человек начинает новую карму нарабатывать. В том поле, в котором он был, у него есть карма, ему надо ее отрабатывать. То есть если мужчина должен ответственность брать и все прочее, а он ходит как девочка, новую карму копит. В следующей жизни он родится девочкой уже, как мужик будет. Опять пол придется менять. Когда человек рождается в таким вот двуполом, это означает очень тяжелая карма личной жизни. Почему? Потому что, когда, допустим, человек становится настоящим мужчиной, в следующей жизни он рождается настоящей женщиной. Когда он не может вести себя как настоящий мужчина и становится очень женственным по природе, ему надо стараться быть мужественным. Но если он не хочет стараться и идет по этому пути, то рано или поздно придет момент, что когда он начнет сексом с мужчинами заниматься. И таким образом в следующей жизни он уже рождается мужчиной, у которого уже сильно хочется заниматься сексом с мужчинами. У него создается такая психическая структура. Это означает очень тяжелая судьба, но преодолимая. У меня есть один знакомый в другом городе, который подошел ко мне, честно признался, что у него такая тяжелая судьба. Мы с ним выработали программу, как жить дальше. Я ему сказал, вот так-то, так-то. Ему сказал, никаких половых отношений с мужчинами, ни с женщинами, ни с птичками, ни с кем. Все, целебат полный. И он начал соблюдать целебат несколько лет. Просто отказался от половых отношений. И он признался потом через несколько лет, что уже слабее, но все равно тянет вот не к тому, кому надо. Я ему сказал, следующий шаг из чувства долга взять себе жену, начать заботиться о ней и как бы менять свои представления о счастье. И он так сделал. И у него меняется, то есть, ну, практически все уже. То есть, он уже чувствует себя нормально, полноценно вылечил себя, понимаете, сильный человек. Ну, мало кто. Сейчас люди с такими проблемами, они пытаются утвердиться в обществе и себе право жить, как они хотят, утверждают. В Америке у них уже есть полное право. Они без штанов, там ходят, там есть русский район в Лос-Анджелесе. И они там с демонстрацией без штанов ходят, свои права защищают по улицам раз в год. Совсем сумасшедшие люди. Им правительство разрешило это делать. От этого карма не улучшается, к сожалению, от такого поведения. Почему у сына 9 лет обидчивый характер? Как помочь ему? Как маме и папе работать над собой? Если мама считает себя выше папы и ведет себя, доминирует над ним, и ведет себя жестко с ним, и командует, берет на себя ответственность, а отец принимает такую судьбу, значит, сын родится обидчивым, а дочь гневливой. Они поменяются местами. Будет развиваться неправильно, как наказание. Поэтому женщина должна смиренно относиться к мужу, слушаться его, а муж должен ответственность брать над женой. Тогда сын станет мужественным в этом случае. Муж постоянно придирается к сыну 21 год. Он его во всем раздражает. Как вести себя жене в этой ситуации? Если женщина не слушается мужа, то сын будет не слушать своего отца. И это вызывает страдания у отца. Он начинает его раздражать, он злится. Как жене помочь? И жена от этого тоже страдает. Как ей помочь? Начать слушаться отца, у сына тоже поменяется отношение к отцу. Он тоже начнет к нему прислушиваться. И постепенно ситуация разрешится, сгладится. Если мужчина видит, что женщина не хочет слушаться, и ситуация рушится в его жизни, он должен проявить твердость и решимость. И внутренней твердостью и силой мужской он должен поставить жену на место. Он должен твердо, очень решительно с ней себя вести. Сражаться с ней, военными действиями завоевать уважение к себе. Не позволять ей вести себя с ним так, чтобы она унижала его при детях. Он должен твердо вести себя, но с любовью. Твердо означает не позволять. То есть жена, допустим, начала грубо себя вести, надо ей ответить очень твердо, внутренне сильно. И наказать ее, если она продолжает так себя вести. Ну, со своим поведением, не бить там ее как-то, ну, как бы, ну, посчитать ее наказанной. Лишить ее ласки, любви, заботы и так далее. Отстраниться от нее, наказать. Так мужчина вырабатывает чувство собственного достоинства. В какой-то момент он становится сильнее женщины, и она смягчается тогда. Она уступает ему. Женщина склонна уступать в какой-то момент. Но не сразу. Она будет сражаться до последнего. За право быть мужчиной в семье. Где-то говорят, что женщина так воспитывает мужа. Она грызет сук, на котором сидит. До тех пор, пока он не станет железным, крепким, чтобы его уже не перегрызть. Тогда она успокаивается. Или пока она его не перегрызает и падает с этим суком перегрызанным. В пучину своих страданий. Женщина разбывает берега. Мужчина как берега, женщина как река. Она размывает все время. Пытается подорвать авторитет мужа и потом так рушит свою судьбу. Поэтому женщина разумно этого не делает. Она старается мужа воспитывать, но при этом не рушит его репутацию, авторитет, чтобы самой не пострадать. Скажите, пожалуйста, если муж во всем идеален, заботлив и относится к жене как к святому своей жизни. Но один раз изменил. Жена его воспитывала, отдалилась, ушла на время. И когда мужчина искренне раскаялся, осознал свою ошибку, тогда жена его простила и вернулась. Как должна поступать жена, если такая ситуация повторится? Вы знаете, проблема-то здесь не мужа. Вот муж относился по-божественному женщину, уважал ее, ценил. Хороший муж? Хороший. Почему изменил? Потому что жена плохая. Мужчина изменяет, если жена его не любит. Мужчина нуждается в любви. Ему нужна любовь. Женщина является источником любви. Поэтому она может любовью обмениваться с кем угодно. Она может даже с подружкой почирикать и обменяться с любовью. Она может с детьми это делать, с тещей, в смысле с мамой, там с кем угодно. В том числе и с мужем. А муж, он не является источником любви. Он заимствует любовью жены. И если у него любви не хватает, он сильно страдает таким образом. Ему нужна любовь от жены. Поэтому обязанность жены давать любви мужу столько, чтобы он был удовлетворен в жизни. Но если она совсем не дает ему любовь, очень гордится собой, потому что он считает ее богиней, она тоже себя считает богиней. Все классно. Результат какой. Он в нехватке любви ломается, потому что есть женщины, которые чувствуют нехватку отношений с мужчиной и готовы на все. Женщина без мужчины готова на все. И если она видит, что женщины очень сильно просекают мужчин, которым не хватает любовь. Они прям вот очень сильно просекают их. И начинает им глазки так раз, раз. И он пошел, 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 пошел. Раз, прыг в постель. Все, привет. Если жена не дает любовь, что мужчине делать? Надо понять, почему она не дает любовь. Потому что мужчина не ведет себя по-мужски. Он не вызывает доверия, уважения, не вызывает верности, не вызывает того, что женщина хочет отдать любовь. Ну, то есть надо мужчиной стать, надо заботиться о женщине, надо ответственность взять за ее жизнь, надо уважать ее и так далее. Много чего надо. Когда мужские есть же обязанности тоже, не только женские. И тогда женщина рассмекает и начинает давать любовь. Это уже мужская тема, понимаете? Когда мы говорим про мужчин, мы говорим, что мужчинам надо делать. Когда мы говорим про женщин, мы говорим, что женщинам надо делать. Нет такого, что мужчины все хорошие, женщины им не дают любовь. Нет, мужчина тоже есть ошибки, почему жена не дает. Но это уже мужская проблема, а не женская. Если женщина думает о мужских проблемах, а мужчина о женских, тогда счастья не будет в семье. Вы думаете о своих проблемах. Я же говорю об этом не для вас, а для женщин. А вы записываете, да? Моя жена не дает мне любовь. Так, записал, чтобы не забыть. Нет, я не для вас это говорю. Вы записываете то, что вам надо в лекции. Скажите так. Сколько раз можно так прощать? Очень много раз можно так прощать. И нужно много раз прощать. Воспитывать, чтобы муж не решил, чтобы может изменять бесконечно. И жена все равно вернется. Знаете, я вам одну вещь хочу сказать. Вы в полной иллюзии находитесь. Вы просто поймите, что просто так человека судьба не наказывает. Если муж изменил, значит вы в прошлой жизни сами изменяли своему близкому человеку. Или уже в этой жизни. И просто примите это как наказание судьбы. Если вы так принято, вы не будете выпендриваться перед своим мужем дальше. Изменил, значит я наказана. Не надо ему об этом говорить, конечно. А то ему понравится наказывать. Надо просто понять внутри себя, что произошло. Что достоин, то и получил. И так поняв это, настрой изменится. И к мужу будет лучше отношение, ласковее, заботливее. Надо с одной стороны наказать его за то, что он изменил, а с другой стороны дальше надо сделать вывод. И начать уже с любовью относиться к нему, чтобы он больше не думал о других женщинах, его не тянуло. Но поймите, что мужчина изменяет иногда без своего желания. Если ему в семье любви не хватает, он начинает сильно страдать. У него есть выбор. Три варианта. Первый вариант. Уйти с ушами в работу и дома не показываться. Там искать любовь. Второй вариант. Спиться. И третий вариант. Изменить. Четвертый вариант. Уйти в монахи. Губого искать любви. Видите, все варианты для женщины не очень приятны. Поэтому надо просто понять, что надо выполнять свои обязанности, тогда муж не будет изменять. Как можно охарактеризовать молодого человека, который порвал отношения с друзьями, родителями, родственниками, ушел в монастырь и предался Богу, аргументируя, что вне храма все материальный мир, полный иллюзий и страданий. Является ли он малодушным по отношению к своим обязанностям? Не трогайте этого молодого человека. Если он так считает, это очень хорошо. Не думайте, что он всю жизнь в храме останется. Если он так ушел в храм, значит, ему нужно там чему-то научиться. Несомненно, его хорошим вещам там научат. Надо просто ему в храме пожить какое-то время. Это его судьба. Конечно, он малодушный человек, без сомнения. Потому что, чтобы уйти в храм, надо благословение сначала заслужить у родственников, чтобы они тебя благословили, а не просто пнуть всех под зад и уйти в храм. Нет, так неправильно уходить в храм. Надо получить милость сначала от близких, а потом уже уходить. Они должны осознать, отпустить тебя с добрым сердцем, благословить. Ну, так или иначе, ушел в храм. Это неплохо. Мужчине вообще для того, чтобы созреть, нужен целебат. Хотя бы каким-то образом. Нужен целебат. То есть нужно отречение от женщин хотя бы на какое-то время. Если, допустим, молодой человек, с 17 до 20 лет, отрекшись от женщин, развивается в аскетизме, в аскезе, ну, живет в храме, допустим, там, занимается духовной практикой только, то знайте, что он постепенно очень сильно созреет, как мужчина. Как только он созреет, как мужчина. В храм ведь не только мужчины ходят, правильно? Как только он созреет, как мужчина, девушки рядом с ним начнут расцветать. Как только они будут его видеть, от них будет исходить чудесная сила, сияние, счастье и любви. Знаете, хоть ты в храме живешь, хоть не в храме. Когда от девушек такая сила исходит, сердце твое постепенно начинает таять. Придется признаваться в любви и жениться. И будет нормальный потом парень. Женился, значит, жена его заставит работать. В храме он уже жить не будет. Она его скрутит, бараний рог, скажет, иди работай, прожениться. Все, она его родину любить научит. Не волнуйтесь. Поэтому пускай живет до поры до времени в храме. Не думайте, что он там надолго останется. В храме остаются только очень серьезные люди. А серьезные люди так в храм не уходят. Они по-другому туда уходят. Совсем по-другому. Если человек ушел в храм таким образом, это значит для него как санаторий. То есть он просто учится жизни там, становится зрелым мужчиной. Как только созреет, его кто-нибудь сапает, не волнуйтесь. Долго такие люди в храме не остаются. Два, три, четыре года и все. Но зато каким человеком он потом там станет. Потом созреет, станет очень ответственным, серьезным человеком. Это хорошо очень, что он ушел в храм. Это хорошая новость. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо за все, за ваше наставление. Увы, пройдет всего каких-нибудь 30-40 лет, и большинство из сидящих в этом зале окажутся в мире ином. Могли бы вы как-нибудь так устроить, чтобы мы и в будущей жизни могли вместе с вами двигаться к Богу под вашим чутким руководством? 40 лет спустя зал такой. 2060 год. Рига. Продолжаем наши беседы о семейных отношениях. По многочисленным просьбам. Вы должны понять, что человек не управляет своей жизнью. Есть такая наука. Вот будут приезжать сюда буддисты, они вам расскажут, как это работает. В ведах описано, что есть о определенном уровне святости человек может с помощью своей мистической силы заставить себя воплотиться в следующей жизни для того, чтобы опять людям давать знания. Но это очень высокий уровень развития разума. Понимаете? На высоком уровне развития разума человек может способность такую иметь, чтобы так воплощаться. Веда описана... Ну, не веда, а в истории существует такой интересный пример. Я уж не помню, в каком городе, в Южной Индии, есть небольшое селение, в котором стоит храм. И слышали, да, эту историю? И в этом храме живет один священник, святой человек в тонком теле. До сих пор там живет. И он сказал своим ученикам, что я буду давать вам наставления в течение ближайших 500 лет. Ну, оставаться в тонком теле и продолжать давать вам наставления. По своему желанию он так решил. И когда во времена британского правления британцы захватывали территории, индусские, как бы делили между собой, то на территорию этого храма пришел один управляющий британский и сказал, кому принадлежит этот храм. И священник сказал, что храм принадлежит такому-то, такому-то человеку. И он говорит, я хочу у него забрать этот храм, я хочу с ним поговорить. Он говорит, тогда, пожалуйста, пройдите внутрь храма и поговорите с ним. Он прошел внутрь храма. И говорит, здесь такой-то человек? Голос ему сказал, да, я здесь. И тот сказал, вот я хочу у вас взять храм, там туда-сюда. Он говорит, ну у вас ничего не получится, потому что я в ближайшие 500 лет здесь буду оставаться в этом храме, и вы никак меня отсюда не выгоните, и поэтому вам надо идти другое место себе найти, что взять. И он говорит, а с кем я, собственно, разговариваю? Я могу вас увидеть? Он говорит, нет, не можете, потому что я в тонком теле. И он начал бегать по храму, искать не нашел никого, страшно перепугался, короче. Пошел назад, говорит, с кем я говорил. И тот ему рассказал, что там был духовный учитель, жил вот столько-то лет назад. Теперь он в тонком теле нам проповедует. Он испугался и убежал из этого места, больше не приходил. Вот, поэтому это очень сложно. То, что вы просите у меня, это как бы... Чтобы не только себя воплотить в следующей жизни в Риге, но и всех остальных, весь зал как бы... Ну, это только Бог может так делать. Вы его попросите. Как драгоценные камни уменьшают влияние планет? Они не уменьшают влияние планет, они его перенаправляют. То есть они, драгоценные камни, работают как призмы, которые, вот, знаете, солнечный свет фокусируют, такие кристаллики, точно так же действуют драгоценные камни. Если правильно подобрать драгоценный камень, он хорошую энергию в человеке усиливает планеты, а плохую энергию уменьшает. И таким образом нейтрализуется плохое влияние планеты, на этом этапе карма не реализуется. Это не значит, что она отрабатывается камнями. Нет, просто она не воплощается в жизнь. Бывают такие ситуации, когда человек от кармы должен умереть или сильно заболеть. И для этого существуют драгоценные камни. Если человек сведущий в этом знании, он ставит камни, и у человека карма не реализуется. Он при этом должен заниматься духовной практикой, отрабатывать эту карму. Так он выигрывает время. Это примерно можно, знаете, с чем сравнить. Что, допустим, идет война, и войско оказалось малочисленным по отношению к противнику. Их мало, а противникам много. И мудрый мой начальник, он принимает решение отступить. Он отступает к основной части войска и потом большими силами уже нападает. Понимаете? Точно так же при сильной болезни человек должен поступать. Он не должен сейчас отрабатывать карму. Он должен отступить, полечиться, а потом очищать свое существование уже большими силами, в здоровом состоянии, сражаться с своей судьбой. Вот так действуют камни. Если человек использует камни для того, чтобы наслаждаться, как мне одна написала. Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Я вылечила сердце, теперь я могу пить пиво, и у меня оно не болит. Даже от трех литров пива сердце не болит. Думаю, пожалуйста, полечил. Вам задали вопросы в визуализации. Вы ответили, что визуализация очень вредная практика. На чем основывается ваше мнение? На чем основывается ваше мнение? На ведическом знании основывается. Я объясняю вам, что когда человек чего-то сильно хочет, то он таким образом вытаскивает из своего сердца свое благочестие. Это описано в ведах. Вот на этом все основывается. Человек должен не с помощью визуализации менять свою судьбу, а с помощью правильных поступков. Понимаете? Тогда это будет честно по отношению к жизни. А если вы думаете, что просто посидел, попредставлял, и все в жизни должно получаться, будет получаться какое-то время, а потом вообще ничего не будет получаться. Не думайте, что я с вами тут шуточки шучу. Серьезные вещи мы обсуждаем. Спасибо. Итак, скажите, как правильно сделать, если помолиться надо сразу за несколько усопших родственников. Папу, бабушку и так далее. Ставить фото всех в ряд? Конечно, а что? Или по отдельности? Интересует ваше мнение о гадателях на картах? о таро и так далее? О снах? Существует много мистических практик, во время которых человеку показывают какие-то события в будущем. Эти практики, с одной стороны, имеют правильное место, а с другой стороны, часто обманывают. И карты таро, и все остальное, эти вещи все могут предсказать будущее, если ты его достоин. Но чаще всего они тебе предсказывают будущее не в том свете, в котором тебе поможет. Понимаете? Ведь важно не то, как будущее произойдет, а как ты к нему относишься. Я уже говорил по поводу двух браков. Ведь можно так предсказать, что человеку захочется развестись, а можно так предсказать, что ему захочется сохранить семью. Понимаете? Все зависит от того, какой уровень сознания у предсказателя. Вот. Что касается фото, то надо ставить всех сразу и молиться за всех сразу. На всех хватит молитвы, не надо думать, что надо по очереди. Мы не знаем, кто вперед и больше нуждается в нашей помощи. Надо смело всех сразу отмаливать. Насчет гадателей я вам скажу. Пожалуйста, не связывайтесь с ними. Будьте осторожны. В большинстве случаев они просто вам испортят жизнь. Сходите к астрологу, основные моменты жизни узнаете. Если его заносят, сходите к другому. Просто основные какие-то важные моменты астролог скажет, и это очень практично и ценно. Но не нужно думать, что он вам всю жизнь сможет объяснить и прожить за вас. Скажите, пожалуйста, может ли женщина первая сказать мужчине «Я тебя люблю?» Если нет, то почему? Потому что таким образом она испортит мужчину. Она лишит его возможности стать настоящим мужем. Это уникальный период жизни, когда мужчина влюбился в женщину и ухаживает за ней. Это уникальный период для мужчины, потому что в это время его можно воспитывать очень легко. В это время ему можно просить его менять вот эту привычку. Он все будет менять себе. Потому что, когда мужчина добивается, женщина, у него настолько много силы работать над собой, у него разум очень активизирован в это время. И его надо воспитывать, развивать отношения, углублять их, надо в нем воспитывать ответственность. И поэтому женщина должна долго, как можно больше держать дистанцию от него. И при этом делать так, чтобы у него чувства не остыли. Женщина должна вести себя точно так же, как солнечный зайчик. Его хватаешь, он раз, выскочил. Ну то есть она должна как бы сиять, сверкать, радовать глаз, но при этом не давать возможность себя совсем захватить. И так мужчина привязывается сильнее и сильнее, начинает все больше и больше уважать женщину. В конце концов у него появляется к ней серьезность и ответственность. И он считает ее важным человеком в своей жизни, начинает сильно ценить, уважать, заботиться и так далее. Все самые лучшие качества просыпаются в нем. Однако же, если она ему позволяет лишнего, он начинает наглеть и наоборот все теряет, все хорошие качества теряет. Так женщина может или помочь мужчине, или распустить его. Одно из двух. Поэтому первое говорит, я тебя люблю, женщина не должна мужчине. Ни в коем случае. Это большая ошибка. Какие манипуляции запрещены при принятии родов как доктору, так и матери? Веды объясняют, что роды лучше не принимать отцу. Потому что, когда отец принимает у своей, ну, муж у жены принимает роды, то в это время он настолько глубоко это все воспринимает, что он сокращается его продолжительность жизни. поэтому лучше пускай принимает кто-то другой. тоже нежелательно. Веды объясняют, что мужчина сильно как бы это близко к сердцу все принимает, поэтому у него, он стареет от этого. Теряет силы очень сильно. Поэтому лучше быть подальше. Потом, когда рожает уже жена, тогда прийти. И женщине тоже лучше так, потому что, ну, она, когда муж рядом, она расслабляется слишком сильно. Ну, как бы, ей тяжело рожать уже, некогда рожать, сильно хорошо становится. Ну, то есть, ну, веды не советуют, в общем. Но, какие манипуляции, ну, какие манипуляции. Надо просто принять ребенка, какие манипуляции. Все, что помогает принять ребенка, это хорошо. Все, что мешает, значит, плохо. Что тут, нет особых каких-то ограничений. Просто надо родить женщине, понимаете, и все хорошо, чтобы она родила. Все, что вы делаете, если ей облегчает роды, это хорошо. Все, что мешает, это плохо. Если надо лекарства принимать, чтобы родить, надо принимать лекарства. А что делать? А если эти лекарства химические, ну, значит, химические надо принимать. Если родить не может человек, надо помогать ему любыми способами. Иначе будут проблемы. Сестра болеет депрессией. Бывают атаки, паники. Доктор выписал антидепрессанты. Как выйти из этого без лекарств? Первое, что надо понять, надо из этого выйти. Если вы не можете выйти без лекарств, у вас нет силы, знания, опыта, значит, надо пить лекарства. Не думайте, что если человек находится в депрессии, уходит в психическую болезнь, вы не даете ему антидепрессанты, думая, что он привыкнет к таблеткам, лучше пусть уходит в психическую болезнь. Вы ошибаетесь. Если психика сорвется у человека один раз, потом этот станет цикличным. Понимаете, очень трудно вывести человека из этого цикла. Когда у него психика сильно срывается один раз, потом дальше опять энергия будет накапливаться и разряжаться. Накапливается и разряжаться. И он так постепенно будет становиться психически больным. Поэтому, чтобы психика не сорвалась, как только ты чувствуешь, человек близкий свихивается, немедленно надо давать ему антидепрессанты. Немедленно. транквилизаторы, то есть лекарства, которые выпишет психиатр. И поддерживать его в этом состоянии. И только когда вы его немножко привели в порядок, тогда уже думайте о том, как его вылечить. Эти антидепрессанты, они не вылечат человека. Они просто как-то его сдерживают, но ситуация не меняется. Мы лечим психические заболевания камнями. Ставим камни, они нормализуют движение энергии психической. Во многих случаях, если шизофрения там не запущена, депрессия не запущена слишком глубоко, то человек быстро восстанавливается. А если глубоко запущено, значит медленно восстанавливается. Но камни по-любому постепенно психику приводят в порядок. Поэтому надо копить денежки, значит лечиться камнями. Если вы знаете травмы и способы, как вывести человека из шизофрении, лечитесь травами. Это будет дешевле, я так думаю. По крайней мере, камни это не дешевое лечение. Пытайтесь найти способы. Они есть такие способы. Можно лечиться закаливанием. Иногда купание в проруби вылечивает человека психически больного. Иногда дыхательные упражнения. Иногда молитвы вылечивают. Бывает, святой человек просто помолится рядом с ним, и он вылечивает человека от психического заболевания. Дети выросли и живут отдельно. Отношения с мужем сложные. Одна мука. Надо дальше терпеть, или можно разводиться, и дальше одной духовно развиваться, или обязательно это делать в браке. Надо понять, что женщина не может одна духовно развиваться. Как только она одна остается, ей опять хочется быть с кем-то. У женщины психика устроена, что она развивается только в отношениях, в любви. Но это не означает, что надо обязательно с таким человеком близко жить. Если дети выросли, вы не можете с ним жить рядом. Поживите отдельно. Не разводитесь никуда. Поживите отдельно. Молитесь Богу, чтобы отношения улучшились. И в этом заключаться будет ваша духовная практика. Потом, когда отношения будут улучшаться, вы сближаетесь с ним, какое-то время ухудшается, опять отдаляетесь. И вот так постепенно, постепенно можно изменить отношения со временем. Но часто люди так сильно отравляют отношения, что им долго будет трудно вместе жить. То есть надо все равно понять, что если Бог дает испытания, не надо думать, что духовная практика означает бежать от этого испытания. В этом и заключается духовная практика. Бог дал испытания, мы его преодолеваем. Или, допустим, вы приходите к какому-то наставнику. Он вам говорит, у тебя испытания колоть дрова. Это твоя духовная практика. Коли дрова. И ты говоришь ему, я не хочу колоть дрова, пойду заниматься духовной практикой. Это вред. Понимаете? Бог всегда же дает нам духовную практику, чтобы мы занимались испытаниями. Иначе как ей заниматься? Надо же очищаться. Вот тебе дан муж. Такой плохой. Не любишь ты его. Ну вот и это испытание есть твое. Вот и люби его, учись с ним отношения строить и изменяй свое сердце таким образом. Сурово? А это жизнь. Она такая суровая. В этой жизни люди раком болеют, с ума сходят, бросают друг друга. Понимаете? Это суровая жизнь. Мы же в ней живем. Сейчас в Риге царит холод. Холод не то, что там похолодало, а холод судьбы. Люди реально находятся в тяжелой карме. Я вот иду по улице, смотрю, сгущаются краски. Холод судьбы пришел вам, потому что Бог так хочет, чтобы вы лучше стали. Он очищает вас. Значит, вы избранные в этом отношении. Это неплохо, то, что кризис идет. Это хорошо. Потому что люди будут работать над собой. Они очистятся. И потом пойдут в светлую жизнь дальше. После кризиса много счастья становится в стране. Вас будут писать светлые песни. Смотрите, люди начали ходить на лекции духовные, образовываться. И это сейчас массовым явлением станет у вас в стране. Во время кризиса люди очень сильно меняются. Они очищают свое существование. Кто-то ломается, конечно, но это неизбежно. Поэтому не думайте, что что-то плохо в жизни бывает. Всегда все хорошо. Надо просто принять это. Вот судьба суровая, прими, и тогда тебе будет хорошо, ты поймешь. Кстати, хочу сказать вам, кто серьезно духовной практикой занимается, для того кризиса нет. Это гарантия. Нет кризиса для таких людей. Даже люди просто прибежище взяли у храма какого-то. Тоже нет кризиса. Во время кризиса появляется много меценатов, которые кормят людей, верующих. Они с голоду не помрут. Даже вот сейчас в Решнаидском храме каждый день куча народу кушает. Государство снабжает деньгами. Люди приходят, кушают. С голоду не помрут. Человек начинает духовной практикой заниматься, Бог ему помогает. Не будет никаких проблем, сто процентов. Бог поможет, не будете не голодать, ничего. Как успокоить мужа, если он ревнует к моему прошлому? Бывает так, человек к прошлому ревнует. Если мужику рассказать свою прошлую жизнь, он и к ней будет ревновать. Не только к настоящему прошлому. К прошлой жизни будет ревновать. А ты в прошлой жизни с кем была? Да я в прошлом жизни мужиком была. Если муж ревнует, значит, надо его охладить. Это значит, что чрезмерная привязанность у него в сердце. Знаете, здесь очень просто. Если человек сильно привязывается, значит, надо от него отстраняться. Чем сильнее привязанности, больше отстраняться, чтобы охладить близкого человека. Чем меньше привязанность, надо приближаться. Так регулируются отношения. Понимаете? Вы когда телевизор не видите, что там показывают, поближе садитесь. Когда слишком близко, вы отстраняете. Точно так же в семейной жизни. Чувствуете привязанность сильная? Ревновать начал. Отстранитесь чуть подальше. Он успокоится. Отрезвеет. Это работает очень как механика. Это механика, понимаете? Просто отстранилась чуть побольше. Раз, все. Психика отрезвела, успокоилась, перестала ревновать. Все очень просто. Если ревнуют, значит слишком близкие отношения. Слишком много секса, значит, в жизни. Надо отстраниться чуть-чуть. Сделать так, чтобы меньше было секса. Меньше ревновать будет. Чем больше секса, тем больше привязанности. Чем больше привязанности, тем больше животных инстинктов в отношении. Ревность, злоба, жестокость, ругань, хамство. Все это признак чрезмерной привязанности. Отстраняйтесь, уважение больше становится. Надо регулировать отношения всегда. Почему по судьбе даются соседи, которые на нас ругаются? Хотя говорят на духовные, на других тоже. Хотя говорят на других тоже. Спасибо. Ну что, вам легче станет от того, что я скажу, почему по судьбе так получается? Ну хорошо, я скажу. Я уже говорил на эту тему много раз, что на самом деле, если соседи ругаются, значит, у вас очень корыстный настрой в семье. У вас эгоизма в семье больше, чем положено. И этот эгоизм давит на мозги всем вокруг. Эгоизм, когда в семье находится лишнего эгоизма, воры проходят мимо квартиры. Опа! Чувствуют. Вот здесь надо своровать. Почему? Потому что эгоизм вот прет из этой квартиры. А если там бескорыстия много, они проходят, им неинтересно это. Даже если там есть деньги, все, им неинтересно, они проходят мимо. Но там, где есть эгоизм, они все равно последнее вытаскивают. Если соседи начинают ругаться, значит, у вас слишком много корыстных желаний. Вы слишком для себя живете в квартире. Эгоизма стало слишком много, попер на соседей, значит. Они начали ругаться, злиться, вражда началась. Надо бескорыстнее жить. Надо соседей кормить пищей освещенной. Собачек их кормить, кошечек, птичек кормить вокруг. Ну что-то делать такое бескорыстное. И атмосфера смягчится, и соседи успокоятся сразу. Это работает. Попробуйте, работает на 100%. Ваше мнение о трансплантации органов после смерти. Ну а что делать? У человека почки отказали, ему нужна искусственная почка. У человека умер, ему почка уже не нужна. Или нужна? Не нужна ему почка уже. 100% не нужна. Если ему пересаживают, его почку берут, другому человеку пересаживают и спасают ему этим жизнь. Так этот человек в тонком теле будет благодарен. Он подумает, классно, блин. Я уже почку не использую, ее другие используют. Он будет очень благодарен, потому что это благотворительность. Он даже своей почкой пожертвовал неосознанно для жизни другого человека. Это же здорово. Ничего плохого в этом нет. А что плохого? Человек умер, все умер. Зачем ему нужна почка? Не нужна? Нет, 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 это все ерунда. Это же не то, что насилие над ним совершают. Он просто умер и все, оставил тело. Почку пересадили. Просто человек, который пользуется почкой умершего, он таким образом благословляет судьбу того, кто умер. А умерший берет его хорошую карму, тому, кому он дал почку свою. А тот, как бы, ну, умерший берет хорошую карму, а тот отдает ему свою хорошую карму, понимаете, часть хорошей кармы. Потому что ему что грозила? Смерть этому человеку. А он спасся, жизнь сохранил. Это значит, что он чем-то обязан тому человеку. Он просто должен этому человеку в будущей жизни, он будет этот долг отдавать как-то. Ну, допустим, тот родится его сыном там, понимаете? Ну, то есть, он какие-то отношения ступит с ним потом, будет как-то ему отдавать этот долг. Спасет его от смерти, допустим, по судьбе. Он почку, вот смотри, представьте, человек умер, не знал, не гадал, а тут такая классная ситуация. Взяли почку, короче, пересадили еще, и он почкой своей может кому-то послужить. В следующей жизни его от смерти спасают за этого. Хотя он сам ничего не сделал, он просто умер и все. Классно же? Ничего плохого в этом нет. Какова причина, что некоторые заболевают вирусом, а другие нет, несмотря на эпидемию? Отчего иногда бывает трудно выздороветь долго? Вы знаете, дело в том, что сейчас на Земле копится энергия насилия. Люди убивают каждую секунду тысячи животных. И это все скапливается в атмосфере. Когда энергия насилия скапливается в атмосфере, то появляются болезни, которые уничтожают жизни людей. И так как сейчас современная медицина не может бороться с вирусными заболеваниями, поэтому эти болезни накапливаются в вирусах. Вот когда карма тяжелая в атмосфере, то будут размножаться те инфекции, с которыми человечество не может справиться. Допустим, мы с остой справились, она не размножается. Но с вирусами пока нет. Поэтому вирусы звереют. Вот этот вирус гриппа, который сейчас ходит, два вида вируса гриппа, я сейчас обнаружил. Один из них месяц косит человека, то есть он месяц болеет этим гриппом, а другой три месяца. То есть человек заболел, три месяца не может выздороветь от этого гриппа. Почему? Потому что очень жесткое влияние. Я своими глазами видел, как моего знакомого женщина, жена забеременела на пятый месяц беременности. Она просто пошла в магазин, заболела гриппом, и через два дня у ней произошел выкидыш, потому что этот вирус просто выбил плод из матки. Ну то есть он убил его просто. Такой зверский вирус, сильный очень. Что делать? Веточки сосны с иголками, вот такие вот кусочки свежих веток. Берете, привязываете на правую руку, сверху вот так вот, и на правую ногу. И носите, не снимая. Чувствуете, нос запершило, глаза заслезились, голова заболела. Все, значит, пришел к вам друг. Надо поставить ветки и носить. Через два-три дня вы почувствуете облегчение. Поносите еще немного. Как только почувствуете, ветки перегружают. Голодова, тяжелая становится, жарко становится, затылок давит. Значит, вы уже вылечились. Снимите ветки, все. Вам легче станет. Если постоянно гриппом болеете, значит, берите визу, билет в Москву. Прийти на один день, я вам кольцо вот такое вот из кораллов поставлю и все. Никаких шансов вам вирусным заболеванием заболеть после этого. Это гарантия. Правую руку, правую ногу, запястье, лодыжку. И все. И каждый день ветки меняете. Раз в сутки ветки меняете. И все. И вы не будете гриппом болеть. А кто-то заболел, поставьте, пока не вылечится. А если вы поставили ветки и вы чувствуете, легче стало, но все равно болеете, ничего страшного. Продолжайте носить. Просто бывает так, что вирус уже глубоко в организм зашел. Нужно больше времени, чтобы его вылечить. Но все равно они будут действовать и вылечат вас. Я уже говорил, когда Латвия выйдет из кризиса, что я вижу, что через полтора года потепление начнется. Лучше станет вам жить. Но еще год будет ухудшение идти в ситуации. Где-то 9 месяцев. Потом начнется постепенное улучшение. Но вы не заметите, через 9 месяцев, что улучшается. На тонком плане сначала будет улучшаться. А вот через год уже вы заметите, что получше чуть-чуть. Но все равно будет тяжело. А через полтора года произойдут события, которые изменят судьбу. Станет легче. У меня трое детей. Один аборт. Как спасти душу? Какие мои действия? Раскаяние, молитва. Все очень просто. Душу спасать просто. Всегда молитва, раскаяние. Простые вещи. Надо думать, что какие-то особенные действия. Женщине 30 лет. Два выкидыша. Одна труба удалена. Другая повреждена. Можно ли использовать экстракарпанальное оплодотворение? Конечно, можно. А чего нельзя? Надо зачать любыми способами ребенка. А что делать? С любовью относитесь к мужу. Отформите правильное отношение. Если не можете зачать так, пробуйте зачать как угодно, как можете. Но если труба одна повреждена, но она цела, можно камнями ее вылечить. Можно поставить камни, она там восстановится. Энергетически можно вылечить. Не обязательно использовать в этом случае такие методы. То такие родственные души. Есть ли смысл стремиться встретить такую душу в своей жизни? А мы все родственные души. Бывает по судьбе человеку положено какой-то человек. Это факт. По карме просто положено. Не то, что он родственная душа. Просто по карме положено и все. Люди столько выдумывают. Например, человек живет в семье. Он втрюхался в какую-то женщину. И говорит жене, извини, мы с ней с прошлой жизни как бы были вместе, а с тобой только в этой жизни. Поэтому я к ней ухожу. Тут сочиняют. Почему? Потому что начитались много. И человек искренне верит в это. Он так думает. Родственные души. Не думайте, что если похоти больше в отношениях, значит родственных отношений больше. Нет. Вот когда люди вместе живут год, они становятся родственными душами. Бог считает их родственниками. И надо ответственность брать за этого человека уже тогда. Даже если не расписался. Бывает так, что люди в прошлой жизни были вместе. Но чаще всего они встречаются в этой жизни из-за долгов. А не из-за того, что у них хорошая судьба. Например, бывает так, что если человек плохо себя ведет, у него рождается ребенок, который ему нервы мотает. Значит, в прошлой жизни он был вместе. Они были вместе. Вот если ребенок счастье приносит, не факт, что в прошлой жизни были вместе. Но если нервы мотает, дальше некуда. Значит, точно ты ему чем-то должен с прошлой жизни. Сто процентов. Поэтому понятие родственной души не означает чаще всего что-то хорошее. Однако же, если вы занимаетесь серьезно духовной практикой с самого детства, то есть вероятность, что в вашей жизни придет человек, который с прошлой жизни с вами вместе занимался духовной практикой и создаст с вами счастливую семью. Но так бывает крайне редко. И не думайте, что у вас именно так будет. Можно, для этого надо очистить свое существование. И тогда, как только человек очищает свое сердце, он начинает понимать о своей судьбе больше. И о будущей, и о прошлой. Надо просто очищать свое сердце. Некоторые люди фокусничают и хотят искусственным образом узнать свои прошлые жизни. Это не всегда хорошо. Иногда это заканчивается печально. Они могут даже в психушку попасть. Как можно сохранить, развить отношения на расстоянии со стороны женщины? Да, не всегда есть отношения на расстоянии. Я же сто раз об этом говорил. Вы просто думаете о человеке, и вы с ним уже связаны. Но если вы хотите его использовать на расстоянии, чтобы он к вам привлекся, пришел, извините, это не от него будет зависеть, а от Бога. Будет с нами человек или нет, это зависит не от нас и не от него, а от Бога. Это Бог решает, кто с кем будет жить вместе. И поэтому, если мы это решение нарушаем, поэтому по башке и получаем от судьбы. В этом идее-то поймите. А вы думаете, я хочу с этим. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Фигу без масла. Если Бог захочет, ты будешь, значит, с тобой. А если не захочет, не будешь. Хоть ты убейся. И пой хоть во всю глотку. Человек должен понять, что высшие силы могут нас соединять или изучать по своей воле. Называется воля проведения. Она абсолютно непреклонна. Поэтому, если ты чувствуешь, что не получается быть с человеком вместе, значит, подари его кому-то другому. Не будь такой жадиной. Так бывает в жизни, ничего не сделаешь. Не надо жадничать, иначе вся жизнь пройдет. Любовь означает, что ты можешь подарить человека другому, сделать его счастливым. Если он не хочет с тобой жить, ну, подари его другому. Пожертвуй свою любовь ради его счастья. Почему ты такой скупой, не хочешь это сделать? Сделай, если хочешь сделать счастливым близкого человека. Это настоящая любовь. Не надо на расстоянии гипнотизировать никого. Это грех очень большой. Желайте счастья человеку на расстоянии. Не надо его тянуть к себе. Это неправильно. Желайте счастья человеку. Если Бог хочет, он приблизит. Если нет, отдалит. Жадность — это не самое лучшее качество. Даже в любви. Мой муж, узнав, что я увлеклась ведическими знаниями, очень заинтересовался тем, что меня так увлекло. Нет ли там подвоха? И правильно. Муж всегда должен так делать. Если жена чем-то увлеклась, он должен обязательно этим заинтересоваться и узнать, нет ли там подвоха. Иначе ее так занесет, что дальше, мама дорогая. И кто же этот Тарсунов, который захватил мое внимание? Сейчас он перечитал почти все ваши книги и очень много в себе изменил. Мы начали общаться на языке, который оба понимаем. Стало светлее. Я рад, конечно. Но поймите такую вещь, что если муж начал интересоваться, чем это там жена увлеклась, и жена начала сражаться с ним, то это очень большой грех. Прежде чем чем-то увлечься, вообще-то надо у мужа благословение получить. Если вы пошли на лекцию, сказали, пожалуйста, скажи мне, надо мне идти на эту лекцию или нет? Очень смиренно. И он скажет, ну сходи. И вы пойдете, увлечетесь чем-то. И он скажет, да чем-то там увлеклась вообще. Вы скажете, ты же сам мне сказал туда идти. Блин, точно, я же сам сказал. Он начнет читать, уже в другом настроении, все будет хорошо. Женщина, прежде чем что-то делать, должна получить благословение у мужа. В Манус Мрите, в ведическом произведении говорится, что если женщина занимается даже очень благочестивой деятельностью, но при этом противопоставляет себя мужу, то это большой грех. Она занимается на самом деле тем, что она деградирует, потому что она разрушает свою семью. Чем больше она будет этим заниматься, тем больше будет противоречий между ей и ее близкими. И в результате она разрушит свою семью. Поэтому, прежде чем что-то делать, она должна сначала попросить благословение у мужа. И смиренно, как бы, относиться к его мнению. Если она любит своего мужа, он всегда ее отпустит, даст ей возможность. Если это хорошее дело, он отпустит. Если нет, не отпустит. Главное, к мужу хорошо относиться с уважением. Потому что мужчины по своей природе в сердце очень щедры к тем, кто проявляет к ним свою любовь. Очень щедры. Вот если женщина мужа любит, он готов для нее все отдать. Не то, что там на лекцию пустить, это ерунда. Он все для ей готов отдать. Но если женщина не любит, сама скупа в своей любви, тогда, извините, ничего не получите. Что, наоборот? На лекцию, а жена не хочет. Ничего страшного. Не волнуйтесь на этот счет. Женщины, они очень чутки по своей природе. И они всегда принимают то, что надо. Вы просто продолжайте изучать. В какое-то время жена подумает, подумает и примет все, что вы сделали. Но она это примет уже осознанно. Понимаете? Просто насчет женщин не надо беспокоиться. Они очень четко понимают, что хорошо и что плохо. У них сердце работает правильно в этом направлении. Просто им нужно время иногда. Понимаете? Чтобы понять. Но если вы будете их третировать, жену, вы куда-то сходили и будете говорить, ну что, жена, лекция мне понравилась, завтра встаем в 5 утра. Хора заканчивать. Все. Значит, она будет ненавидеть эти лекции, это знание, потому что там насилие в них она почувствует. Любви меньше стало, насилие больше. Значит, знание плохое. Если вы смиренненько так встаете рано, извиняетесь перед женой, говорит, спасти, что я тебя мешаю спать. Просто мне надо пораньше вставать теперь. Она будет, о, муж, лучшую сторону меняется, хорошо. Вот, зарядочку будете делать и говорите, пожалуйста, ты спи, отдыхай, я сам буду делать. Ты себе с мясом готовь, я буду без мяса кушать. Все, а ты с мясом, пожалуйста, все. Если вы будете к ней уважительно относиться, к ее интересам, взглядам, очень смиренно себя вести, она будет следовать вам. Она будет продавать, так же делать, как вы. Женщины в этом плане очень разумны. Они всегда перенимают самое лучшее. Но если вы будете ее насиловать, она будет делать все наоборот. Не волнуйтесь за женщин. За себя лучше волнуйтесь в этом плане. Они самые первые приходят всегда везде. Когда первый раз в Ригу сидел, приехал, здесь два мужика сидело, такие как бы. Остальные все женщины. Не первые пришли. Что тут происходит? Они все изучают. Быстро очень реагируют. У нас сейчас же будет это, я понял. Ну все, у нас сейчас будет еще и танцы здесь, знаете. Поэтому мы сейчас закончим быстренько, всем счастья пожелаем, а потом еще танцы посмотрим. Вот. Культурная программа потом у нас будет. Такой подарок от Радуги вам. Спасибо. Кстати, вам очень повезло с Радугой. У них такие грандиозные планы, кого только они не вытаскивают. Всяких духовных учителей. Я список, когда посмотрел, мне волосы в дыбом стали. Столько всяких умных ученых людей к вам приезжают благодаря... Вы должны молиться на них на самом деле. Что такое? Я ничего-то не так сказал, Лен? О, правильно. Вы правильно. Вот уже. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.